Паралимпийская сборная России остается дома, а бронзовые призеры Олимпиады возвращаются в Рио, в Челябинск в конце этой недели. Все подробности Ульяны Любимовой в обзоре спортивных событий. Сегодня стало известно, что среди обладателей золота Рио-де-Жанейро есть уроженка Южного Урала, вратарь женской гонбольной сборной Татьяна Ерохина. Спортсменка родилась в Челябинске и с 11 лет занималась в нашей спортивной школе номер 13. Изначально Татьяну Ерохину вызвали в сборную запасным игроком, но девушке все-таки удалось принять участие в гонбольных баталиях. Она заменила в воротах травмированную Анну Седойкину. В полуфинале помогла своей команде одержать победу, отбив атаки норвежек, а в финале отразила 11 бросков француженок из 28, что и привело россиянок к золоту Олимпиады. После судьбоносного матча Татьяна Ерохина призналась, что во время игры у нее порвались кроссовки, но по ее словам это не имело никакого значения. Отмечу, что Татьяна Ерохина с 2001 года выступает за клуб Тольятти. Напомню, чтобы стать золотыми медалистами в Рио, наши гонболисты выиграли все 8 матчей. Такого успеха сборная России не добивалась с Олимпиады 80-го. Спортивный арбитраж отказался допустить российских спортсменов до Паралимпиады в Рио. Сегодня суд в Лозанне вынес окончательное решение. Напомню, 7 августа Международный паралимпийский комитет объявил об отстранении сборной России в полном составе от игр в Бразилии. Из-за якобы регулярного применения нашими спортсменами запрещенных препаратов. Президент паралимпийского комитета России Владимир Лукин назвал это решение грубейшим нарушением прав человека. По его словам, подавляющее большинство российских спортсменов не применяют допинг. Паралимпийцы попытались обжаловать запрет в высшем спортивном суде, но он отклонил апелляции. В итоге паралимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро без участия нашей сборной с 7 по 18 сентября. А хоккейный клуб «Металлург» начал с победы новый сезон. В первой встрече чемпионата КХЛ магнитогорцы обыграли ЦСКА со счетом 3-2, хотя поначалу пропустили шайбу, но все-таки смогли переломить ход игры. У хозяев отличились Оскар Уссала, Сергей Мазякин и Сергей Терещенко. За москвичей дважды забил Дмитрий Кугрышев. Первая шайба залетела в ворота хозяев уже на третьей минуте встречи. Но здесь уже армейцы расположились! И первая шайба в новом сезоне. Вынимай Василий Кошечкин, говорят армейцы. Но магнитку пропущенная шайба лишь раззадорила. И южноуральская команда это подтвердила. В первом же периоде Столевары вышли вперед. И шанс для магнитки вдвоем против одного! 1-1! Это точка Мазякин, он туда кладет прям, не знаю, как к себе домой. Третий гол на счету Терещенко во второй 20-ти минутке. В результате кубок открытия у магнитогорского «Металурдом». Не настраивались на это, чтобы начать сезон с победой. Так и получилось. На БТРах и в хоккейных свитерах челябинские болельщики открыли сезон креативно. Перед стартом первого матча нового чемпионата устроили автопробег. Такая идея пришла после съемок промо-ролика с игроками трактора. Там они тоже ездили на военной технике. У болельщиков и у нас как-то сама возникла идея. Вот первый матч, открытие сезона, начать именно с БТРом, приехать, поддержать команду. Показать, так сказать, челябинск силу, уверенность. Болельщики проехали по главным улицам города. Автомобилисты при виде необычной техники сигналили в ответ и поддерживали команду. Евгении Рощупкиной из Челябинска удалось завоевать две медали на чемпионате мира в Таллине по рыболовному спорту. Соревнования по флайкастингу проводятся раз в два года. Это современный вид спорта, где соревнуются на дальность заброса мушки одноручными и двуручными удилищами. В августе 2010 года в Норвегии состоялся первый в истории чемпионат мира по флайкастингу. И теперь он собирает спортсменов из России, Швеции, США, Дании, Англии и Малайзии. В первый день турнира Евгении Рощупкиной удалось уверенно отстоять свой титул чемпионки мира, завоевав золотую медаль в самой распространенной дисциплине Траут Дистанс, что переводится в форелевая дистанция. Евгения закинула удочку на расстоянии 32 метра, а серебро спортсменка взяла в дисциплине Си Траут Дистанс. Пока спортсменка возвращается в родной город, нам удалось поговорить с ее тренером. В этом году она подтвердила свое звание чемпионки мира и вновь стала на высшую ступень педестала. Опять золото. А вот серебро в Си Траут Дистанс не то, что было для нас неожиданностью, но в принципе явилось для нас большой радостью. Потому что это довольно-таки сложная техническая дисциплина, в которой до этого нам что-то где-то не дорабатывали. Где-то что-то не смотрели, ну были какие-то нюансы. И в этом году, то есть для нас лично, для нашего коллектива, именно это серебро, оно ни в коем мере не меньше по своему достоинству, чем золотая медаль. Стоит отметить, что Евгения Рощупкина, двукратная чемпионка мира по флайкастингу, обыкновенный учитель биологии. Через два года она вновь отправится на международные старты, но уже в Лондон. Ульяна Любимова, Александр Захаров и Александр Павлов, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова